Халлелуя! Знаете, это не касается проповеди, но я скажу, что то, что Он жив, свидетельствует о том, что мы будем живы. И поэтому это великое, ну я не знаю, для нас это самое великое, это даже не чудо, это вообще самое великое, то, что Он умер и воскрес, и Он дал нам жизнь. Поэтому, знаете, когда я пою, Иисус живой, Он живой, это значит, я буду жить. Поэтому, когда вы говорите, Иисус живой, это значит, вы будете живы. Аминь. Сегодня мы ехали на служение, и пастор мне говорит, ты не хочешь сегодня проповедовать? Ну я немножко, как бы, ну я решила для себя, я так сказала, внутри. Хорошо, я рискну. Я обычно, ну, если проповедую, я обычно очень долго готовлюсь, потому что я люблю очень много читать. Но я поделюсь с вами откровением. Давайте откроем. Луки, 4 глава, 18 стих. Чуть-чуть я все-таки хочу сделать отступление и сказать такую вещь. Когда я вижу Иисуса во славе, когда я вижу Его живым и воскресшим, моя жизнь меняется. Пока я вижу Иисуса, который ходит здесь по земле, пока я вижу Иисуса, который несет крест, пока я вижу Иисуса, который омывает ноги ученикам, кормит пять тысяч. Я вижу Его, как Сына Человеческого. Но я вам хочу сказать, Он прошел этот путь, и Он умер, и воскрес, и теперь Он во славе. И я просто, ну, всегда, для меня Иисус, это Иисус Откровения, книги Откровения, который во славе, который на престоле Отца. И я просто хочу сказать, если ваш Иисус, в Которого вы верите, Он все еще ходит по земле, я вам хочу сказать, Он умер, и Он воскрес, и Он во славе, и Он живой. Поэтому посмотрите на того Иисуса, Который во славе. Аминь. Итак, а можно этот, или чтобы он страницы листает, вентилятор. Луки 4, 18. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Мы все знаем, Иисус пришел в синагогу после искушения в пустыне, открыл книгу пророка Исаии, прочитал это место. Почему Он прочитал это место? Этим местом Он показал, ну, этими стихами, Он показал цель своего призвания. И что Он говорит в конце? Мы знаем, да? Самое главное говорят в конце. Проповедовать лето Господне благоприятное. Если мы посмотрим в иврите, проповедовать слово, оно звучит как провозглашать. И вот это то, что мы думаем, лето Господне, ну, как для нас звучит, лето Господне благоприятное, звучит год благословения Иеговы. Не благословения, а год благоволения Иеговы. Иисус принес на землю для каждого из нас год благоволения Иеговы. Что это такое? Год, когда Бог особенно расположен к тебе и ко мне. Он принес это расположение Иеговы для каждого из нас. Расположение Бога. Ну, почему говорю Иеговы? Потому что там так написано. Ну, Бога Саваофа, Бога богов. Он принес, Бога Отца, Он принес это расположение. Для чего я это говорю? Давайте еще раз. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Слово сокрушенных тут уже в греческом буквально означает сломанные сердца. Даже оно часто употреблялось именно это слово, когда касалось переломанные ноги. То есть настолько сломанные сердца, это как сломанные ноги. И вот Иисус пришел для того, чтобы исцелять эти сломанные сердца. Проповедовать пленным освобождение. Кто такие пленные, мы знаем. Те, кто находятся, кого захватили, кого взяли в плен. Слепым прозрение отпустить измученных на свободу, измученных, павших духом, душевно сломленных. Почему я это читаю? Я хочу, чтобы мы с вами чуть-чуть отступили назад в книгу Исход. Двадцать первая глава. Мне очень удивило Бог, мы знаем, да, Он дал десять заповедей, и Он дал очень много законов Израилю. И Бог говорит Моисею, и вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмое пусть выйдет на волю даром. Еще раз. Пусть работает шесть лет, а в седьмое пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сыновей, дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он пусть выйдет один. Но если раб скажет, «Люблю Господина моего, жену мою и детей моих не пойду на волю, то пусть Господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколет ему Господин его ухошилом, и он останется рабом ему навечно». Что я хочу сказать? Господь Иисус принес для нас лето Господне благоприятное, год свободы, год расположения Божьего. И мы, как вот эти рабы, о которых говорил Бог, можем быть отпущены на свободу, без платы, без долгов, без ничего, даром. Иди, ты свободен. Но что бывает в нашей жизни? В нашей жизни бывает интересная ситуация, что наше сердце, оно настолько прилеплено к Господину, что мы больше согласны оставаться рабами, чем стать свободными. И, знаете, ну, это как бы тут, это неплохо. Я вам говорю о духовных вещах. Когда Бог освобождает нас, Он дает нам спасение даром. Мы не должны за Него платить, мы ничем, мы ничто не должны делать. Но наше сердце бывает настолько прилеплено, что мы и хотим как бы взять это спасение. Мы вроде как бы и хотим жить в этой свободе, но оно настолько прилепилось в наше сердце, к своему Господину, к тому образу жизни, в котором мы жили, тем делам, которые мы делали, к тем поступкам, как мы поступали, что мы говорим, нет, я останусь рабом навечно. И вот человек делает выбор. И я хочу вам рассказать еще одну очень интересную вещь. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 10 глава. Я уже как-то говорила, это в какой-то четверг, по-моему, но я хочу еще раз вернуться к этому. Но перед этим расскажу историю. Помните про жену Лота? И про Лота, помните? Помните? Хорошо. Я хочу сказать. Давайте мы сначала Быть ее откроем, а потом Коринфянам. Так, Быть ее, 19 глава, 17 стих. Когда же ангелы вывели их вон, ну, Лота и его семью, то один из них сказал, спасай душу свою и не оглядывайся назад. И нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. И знаете, когда Бог дает нам свободу, Он говорит каждому из нас, спасай душу свою и не оглядывайся. Что значит не оглядывайся? Не смотри назад в то, откуда тебя вывел Бог. Очень интересно, что я все время думала, почему жена Лота, она посмотрела на Содом и Гамору. Знаете, я сегодня мужу рассказывала, у меня, в принципе, жизнь хорошая, ну, спокойная, мирная, но один раз мне пришлось бежать, убегать от опасности. И когда за мной гнались, за мной гнался Беркут, это было 18 февраля, и они были так близко, я слышала их топот. Вы знаете, я бежала со всех сил, и я не оглядывалась, потому что я спасала себя. И я вам хочу сказать, когда ты бежишь, и когда тебе действительно, ты чувствуешь сзади себя опасность, тебе угрожает, ты не будешь оглядываться назад, чтобы рассматривать своих врагов. Ты будешь бежать, спасая свою душу. И я хочу сказать, что каждый из нас, ну, как христианин, мы должны бежать так, чтобы этот Беркут нас не догнал. Понимаете, не оглядываться, не надо рассматривать их, не надо их считать. Беги, совершая свое спасение. Я просто до сих пор, ну, это было действительно так, ну, страшно. Я помню эти переживания. Как мы бежали, да? И поэтому я вам, возвращаясь к жене Лота, я скажу такую вещь. Почему она оглянулась? Когда человек смотрит назад? Когда его сердце осталось там сзади? Почему я вам говорю про рабов? Сейчас еще расскажу про Израиль немножко. Почему мы оглядываемся назад? Когда наше сердце, хоть немного, хоть чуть-чуть, остается где-то сзади, мы никогда не придем вперед к той цели, к которой мы призваны. Вы знаете, наше сердце, оно должно, все наши мысли, все наши мечты, все наши цели, они должны настолько отлепиться от того, что было сзади. Потому что придет момент, и однажды ты все равно обернешься. Придет момент, ты развернешься, и ты пойдешь назад. Потому что твое сердце, оно осталось там. Поэтому жена Лота, она смотрела, повернулась, и она смотрела на Содом и Гоморру, потому что ее сердце, оно было в этих городах. И про Израиль. Мы все знаем, когда Бог вывел народ израильский из Египта, то вы можете себе представить, что целое поколение людей умерло только потому, что они вышли физически из Египта, но их сердце, оно осталось там. И я вам, просто поэтому я хочу прочитать 1 Коринфянам 10 главу. Не хочу оставить вас, братья, с 1 стиха, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу. Спасение было дано для всех. Спасение было для Израиля дано даром, бесплатно. Спасение, я вам хочу сказать, что если вы посмотрите, ну это чуть-чуть отступление, но все равно задумайтесь. Если вы посмотрите, они были избавлены от гибели первенцев. Они вышли из рабства, они были избавлены от рабства. Они вышли богатыми, они обогатились. Египтяне дали им золото, они вышли богатыми. Они не болели в пустыне. Их одежда не снашивалась, обувь, у них не было больных ног. И все эти, ну как говорят, два миллиона человек, они были в благословении. Но целое поколение за 40 лет умерло. И они умирали не по одному. Если вы почитаете исход внимательно, они умирали тысячами в один день, десятками тысяч, иногда сотнями тысяч в один день. Почему? Потому что их сердце, вот сейчас в Коринфе, мы будем читать, оно осталось там, в Египте. И все пили одно и то же, духовное питье, и пили из духовного, последующего камня. Камень же был Христос. И тат и стих. Но не о многих из них благоволил Бог. Вот это слово «благоволил». Год благоволения, год расположения, год свободы. К нам благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на зло, как были похотливы они. Не были идолопоклонниками, не стали блудодействовать. Это все то, что они делали в Египте. Их сердце было там. И они снова и снова, вместо того, чтобы обновляться и приходить от славы в славу, изменять свое мышление, они снова и снова возвращались к тому, откуда они вышли. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам. Достигших последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И я хочу сказать, в первую очередь, самой себе и дальше каждому из вас. если мы думаем, что мы уже чего-то достигли, если мы думаем, что мы уже стали твердые в вере, и мы все преодолеем, я вам хочу сказать, каждый раз берегитесь, чтобы не упасть. Каждый раз совершайте свое спасение. Знаете, спасение – это непрерывное движение вперед. Как только ты остановился. Дальше, знаете, когда жена лота, сначала она бежала, потом она что сделала? Она остановилась. И потом она что сделала? Повернулась назад. И потом что произошло? Она погибла. Вот это путь, по которому мы идем. Поэтому написано «Путь праведника вверх». И если мы не совершаем в своей жизни это движение ежедневно, ежечасно, постоянно, и мы уже остановились, то через время мы будем смотреть назад. Что значит смотреть назад? Мы будем принимать те ценности, которые существовали в Египте. Или существовали, когда мы… Мы будем идти, сначала нам будет это казаться неудобно, неловко, а потом мы будем думать, ну это же все нормально. И в конечном счете это ведет к погибели. Поэтому единственная ценность, которую мы должны иметь в своей жизни, единственная драгоценность, это Иисус Христос и приобретение Царства Божьего. Поэтому вот я хочу как бы вас направить к тому, чтобы мы искали. Ищите прежде Царство Божье, Иисус говорил. Прежде всего. Что значит прежде? Больше всего. Это первоочередная задача. Ищите Царство Божье. Какая у вас есть проблема в вашей жизни? Это неважно. Ищи Царство Божье, и все остальное решится. И не думай, что Бог порешает все мои проблемы. Да, Бог порешает все твои проблемы. Если не порешает, Он даст тебе мир и возможность жить в этих проблемах. Но Он выведет тебя, Он даст тебе свободу. Поэтому я не знаю, я хочу кто нуждается в обновлении вот этого отношения? Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог изменил наши сердца, чтобы мы стремились к Нему. Потому что единственная ценность, единственная ценность, это Он. Все остальное будет вести нас в погибель. Погибель не приходит видимо или как-то быстро, так как Израиль умирал. Это происходило в один день. Нет, она приходит постепенно. И дьявол не забирает у тебя все сразу. Он забирает по чуть-чуть. И когда ты приходишь в себя, как блудный сын, ты понимаешь, что уже все, уже ничего нет. Блудный сын же не видел, когда он все терял. Поэтому просто я хочу помолиться, чтобы Бог действительно стал для нас. Он есть для нас, но чтобы Он это обновил и чтобы все наши стремления, если мы где-то стали смотреть по сторонам или смотреть назад или куда-то в другие стороны, чтобы Бог просто помог нам поправить наш светильник. Я вам еще одну вещь хочу сказать. Время коротко. Время настолько коротко, что нам надо держаться за это спасение, которое нам дано по Его милости и благодати и совершать его, стремясь идти от славы в славу, от силы в силу. Поэтому, пастор, мы встанем и мы будем молиться. Хорошо. Кто нуждается в обновлении? Кто нуждается в изменении? Кто находится в суете? Кому надо прийти в нужное состояние? Выходите, пастор за вас будет молиться. Аминь. Аллелуя. Я с тобой буду молиться.